Майские дни Майские дни Майские дни Майские дни Приходят по-разному Через горе, болезнь, страдания Приходят и самые благополучные и удачливые люди Тяготея к высокому и прекрасному Майские дни Впервые за последние 300 лет В Пермь прибыл его святейшество патриарх сия Руси Пребывание его на Пермской земле было стремительным, ярким, праздничным Молебны, торжественные богослужения, выставки, приемы, концерты, встречи с сотнями, тысячами людей И все в мощном стремительном темпе, доступном скорее человеку среднего возраста, нежели почти 70-летнему И при этом никаких следов усталости, ясный живой взор, неизменная доброжелательность, величавая поступь Возможно, именно такой живой, деятельный, энергичный человек и нужен сейчас Русской Православной Церкви в годы ее бурного возрождения ПЕСНЯ Господину и Отцу нашему Алексию, Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси И Свято-Троицкия, Церкви Лавры, Священному Архимандриту Богоспасаемую Его Всероссийскую Паствою Преосвященным Архиепископом и Епископом Богохранимей стране нашей Властем, войству и народу ее Богохранимей стране Жителям города сего Всем все предстоящим и молящимся И всем православным христианам Богое лето Богое лето Богое лето Богое лето Богое лето В эти пасхальные, радостные и светлые дни Я сердечно приветствую всех вас Радостным пасхальным приветствием Которое идет к нам от времен апостольских Передается из рода в род Из поколения в поколение Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И радость о воскресшем Господе Спасителе нашим Должна наполнять наше сердце Укреплять нас в трудностях и испытаниях Давать нам силу и мужество Преодолевать болезни, испытания и трудности жизни Вчера вечером я вернулся из республики Коми Где в Усть-Выме? Откуда начал свою проповедь и свою просветительскую деятельность На севере Руси святитель Стефан епископ Великопермский Это наш великий предок, апостол Севера, который просвещал, научал истинам веры Христовой народы Русского Севера Идеал церкви, говорит патриарх Алексей, идеал евангельский Задача церкви на земле Вести людей к духовности, нравственности, миру В любых государственно-политических условиях Вот поэтому бесконечные неустанные его поездки И в мирные, и в самые горячие точки Бесконечные неустанные попытки примирить, казалось бы, непримиримых и враждующих Возвратить церкви некогда порушенные и поруганные святыни И сделано уже колоссально многое Можно и дальше продолжать повествование о многотрудной, тяжелой И все же плодотворной деятельности святейшего патриарха И повествование это будет продолжительным И будет заполненным большими цифрами, волнующими фактами И это апостольский подвиг 15-го всероссийского патриарха Алексея II Наши резервы не исчерпаны Самое главное, что мы спокойно относимся к отсутствию лозу Вся власть, не только к теории, но и к практике Тесны Ваше высокое пресвящество, дамы и господа В эти майские дни, везде, где происходили праздничные события Незримо присутствовал человек, живший много столетий назад Тогда, в 14-м веке, вершил он свой подвиг Вносил свет веры и любви в отягощенные тьмой души И было это так давно, что стал он как бы фигурой отвлеченной Пусть прекрасным, но все же символом Символом чего-то высокого и совсем нереального для нашей обыденной жизни Некогда, будучи еще совсем молодым, святой Стефан узнал о том, что огромная пермская земля не освящена крещением Что множество душ погибает там во тьме и неведеме Его охватило желание помочь им и помочь немедленно Но к этому надо было готовиться Он изучил несколько языков Перевел на язык этих народов важнейшие священные тексты Создал для них азбуку И его цель, святая и благородная, исполнилась Святой Стефан приобщил христианской вере народы коми и зырян Населяющих огромный пермский край Только тот, кто шел тем же путем самоотречения Может понять всю глубину страданий Тяжких минут, часов, дней и лет, пережитых этим человеком Мало кто живет так Изматывающая усталость Постоянные лишения Угроза смерти Всегда в напряжении Всегда на крайнем пределе сил И только святые минуты общения с Богом искупали все Вот так жил Стефан Великопермский Его подвиг на века Навечно, навсегда Стефан Великопермский С небесе Боже не вишь Не поседи Виноград сей Не утверди их Его же насади Где снится Твоя Звучит 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К этой дате, в 600-летию со дня кончины святителя Стефана Великопермского, готовились заранее. О ней говорили, писали и ее ждали. Священники и представители власти в самом тесном контакте тщательно продумали каждое событие, связанное с праздником. И практика показала, мирное на самой дружелюбной основе сотрудничество областной администрации и епархии возможно и дает хорошие результаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня очень взволновало, потрясло и просто принесло такое умиротворение в мою собственную душу. Это слова патриарха Московского всея Руси Алексея II, его святейшества, которые он произнес в залах деревянной скульптуры Пермской художественной галереи. После осмотра экспозиции, посвященной Стефану, и послушав выступление камерного хора, он сказал, что нам ни в коем случае нельзя разрушать одну культуру во имя другой. И даже если этот храм принадлежит церкви, то торопиться передавать его не надо. Должен быть диалог и должно быть постепенное решение этого вопроса. Вот для меня это было очень важным, потому что мы очень сильно все, естественно, переживаем, потому что в раз взять, собрать все сокровища и куда-то их вынести, это невозможно. Должна быть постепенная, нормальная работа, чтобы одним предоставить соответствующее помещение не ущербным несуществующим учреждениям культуры, в данном случае художественной галереи. Пожалуй, все сферы культуры и искусства воздали должные славные дати. В выставочном зале, в художественной галереи, в Крывеческом музее открылись выставки, связанные с именем Стефана Великопермского. Ученьем Твоим воженье Стефане возделал естик, Семя веры в них носоги, Тем же Тя, як у Учителя, Крывеческий музей выставил редчайший экспонат, посох Стефана Великопермского. Посох этот был сосветителем во всех его странствиях. Судьба о реликвии тоже небезынтересна. Когда ушел из жизни этот величайший русский святой, посох его хранился в Московском Кремле. Потом, во время польской интервенции, его вывезли в Литву. И только в XIX веке он был возвращен на Пермскую землю, Спасо-Преображинский собор, где сейчас находятся художественные галереи. Художественная галерея показала совершенно уникальные произведения русской и древнерусской культуры. Песня. 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 Когда обдумываешь, анализируешь события, связанные с этой датой, приходишь к выводу, что все, что происходило, состоялось на очень высоком профессиональном уровне. Концерты Уральского государственного камерного хора, хора Пермского государственного театра оперы и балета, премьера фильма «Посов», специально снятого к 600-летию, книги, изданные к этой дате, памятная медаль, изготовленная Равилем Исмогиловым, работа над памятником святителю, скульптору Анатолию Уральского и многое-многое другое. Произошли знаменательные события в православной жизни. Часовня Стефана Великопермского, где находился раньше детский сад, передана теперь епархии. Там и будет располагаться созданное недавно православное братство. Мы не рассказали обо всем, это невозможно. Но то, что праздник был действительно уникальным, значимым, волнующим, это бесспорно. Мы очень остро почувствовали абсолютную необходимость единения всех наших усилий для того, чтобы, во-первых, сделать российского человека по-настоящему гордым, добрым, ответственным за свою отчизну. И вы вот правильно в беседе с Патриархом заметили, что его личное обаяние, его личное воздействие на окружающих действительно делает человека лучше. И мне кажется, что это очень хорошо почувствовали все люди, которые с ним встретились, которые были и на богослужениях, которые просто стояли и встречали Патриарха. И вот сегодня в театре точно такой же дух, умиротворение, единство и какой-то торжественности. Его святейшество Алексей II производит впечатление, во-первых, очень образованного, очень спокойного человека, очень разумного, с огромным достоинством. Он произносил свои слова, приветствия, слова, отнесенные вот к этой знаменательной дате, слова обращения представителям светской власти, области, города. И то, что он говорил, как-то это было очень созвучно внутреннему состоянию. И вот так, может быть, особо воспринималось. И потом, знаете, от него идет какое-то состояние уверенности, но в то же время и тревоги, когда он говорил о распространении многочисленных, чуждых вообще православию, конфессий, которые вот вдруг появляются. Это вот, допустим, Белое Братство, там еще какие-то другие религиозные течения, которые российскому народу как бы чужие. Думаю, говоря о таком празднике нельзя быть просто неискренней. Я не ожидала от себя каких-то поступков, которые я совершила. Например, я попросила благословения у его святейшества, и я поцеловала ему руку, как высокому духовному представителю, который был у нас здесь, в области, и который сегодня олицетворяет всю православную церковь в ее, так сказать, величии. И, наверное, я даже не знаю, чем это объяснить. Это может быть то внутреннее или душевное волнение, а может быть, какая-то внутренняя даже подготовительная работа к этому была. Так что мне хорошо стало от этого поступка. Мое глубокое убеждение, что необходимо каждому из нас сохранять внутренний мир. И это я особенно ощутил пять лет тому назад, когда было второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Когда через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую область мы прошли крестным ходом, в Дивеево, и когда мне пришлось совершить 29 богослужений во время вот этого перехода, и я почти всюду напоминал о словах преподобного Серафима Саровского. «Стяжи, дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». И я думаю, что каждый из нас на своем личном опыте может убедиться и убеждается, что когда у нас на душе спокойно и мирно, тогда наш внутренний мир распространяется и на окружающих нас. Когда у нас неспокойно, наше внутреннее неспокойствие отражается в первую очередь на семье, на близких нам, с тем, с кем мы работаем. Поэтому от каждого из нас зависит мир с окружающими нас. И каждый из нас свой, частичку своего внутреннего мира должен передавать другим, вносить в общество, которое нуждается в мире и в успокоении. Насколько мне это удается, трудно сказать, но я стараюсь всегда сохранять внутренний мир и делиться с ним, с окружающими меня. КОНЕЦ Пожалуй, этот день был самым трудным и самым счастливым для Белой горы. Такого количества людей не видели здесь, наверное, лет сто. Таких высоких гостей, пожалуй, столько же. Хотя в давние времена бывали здесь люди значительные. И царской фамилии, и высокого духовного сана. Но гость, подобно этому, приехал сюда впервые. Патриарх всея Руси Алексей II прибыл в Белогорский Свято-Николаевский монастырь. КОНЕЦ 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 А между тем, Белая гора снова в который раз поражала своей необычностью. Паровые ветры сменялись тишиной, пронизывающий холод теплом, проливной дождь солнцем. Но неизменным в этот день было состояние души, возвышенное и чистое. Хотя, впрочем, не берусь судить за всех. Но лично я, среди стоящих рядом, не слышала ни раздражения, ни гнева, ни прочих неправедных чувств. Несмотря на то, что было тесно, было трудно, и неистовая сила то и дело влекла куда-то огромные массы людей. ПЕСНЯ Масса людей, собравшихся здесь, на какие-то мгновения стала единым живым организмом. Исполнилось высокими благими помыслами, чистым, правильным вдохновением. Сколько радости, благоговений читалось в глазах, сколько надежды, сколько чистоты пробудилось в душах. Как редки эти мгновения у тех, кто далек от веры, и как наполнены ими души, устремленные к Богу. Мы рады в последний день нашего пребывания на гостеприимной пермской земле. Посетить этот Уральский Афон, как он назывался, посетить Свято-Непольский Белогорский монастырь, Созданный нашими предками во славу Божию, в память святителя и чудотворца Николая. Здесь была большая братья, которая несла свой монашеский подвиг, трудилась на полях, которые принадлежали обители, и поражаешься мастерству наших предков, которые создавали во славу Божию такие величественные храмы Божии. И сегодня нам и нашим современникам непонятно, как поднялась рука, разрушить и надругаться над этой святыней нашего народа. Подвиг, который надвижит исполнить нам, велик и многотруден. Но когда эта святыня, этот величественный храм будет восхознан, то он будет украшением не только Гунгурского района, не только Пермской области, но всей России. И он станет, мы верим в это, станет местом паломничества людей, которые будут приходить в этой святыне и черпать здесь духовные силы для своего жизненного подвига. КОНЕЦ ПОДПИСМЕНТИЯ Чум преподается, как богословение этой обители, найдет возрождение и восстановление. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Счастилась Белая гора с Патриархом. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Эти дни стали уже достоянием истории. Они вряд ли забудутся. Они напомнили нам о далеком прошлом Родины, о светлых людях, созидавших тогда день сегодняшний. Они побудили нас прикоснуться к тому чистому и святому, что есть уже в России, несмотря ни на что. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова